Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я выскажу свое мнение по поводу радостных для многих новостей о том, что Microsoft скупает игровые студии. Уже с E3 2018 было понятно, что Microsoft не на шутку начала расширять свое игровое подразделение, купив при этом 5 игровых студий. Чуть позже, а именно во время самого большого выпуска Xbox Insight, которое было посвящено XO, состоялся анонс, что еще аж 2 студии теперь под крылом Microsoft. Здорово, все вокруг начали радоваться, кидаться шляпами, кричать «Слава, Microsoft!» И я немного этого недопонял. Честно, радоваться по сути нечему и сейчас объясню почему. Давайте для начала быстро познакомимся с этими студиями. Студия The Initiative. Новая студия, в которой руководителем стоит Даррел Галахер, который несколько месяцев назад присоединился к Microsoft. Он известен по своей работе над франшизой Лары Крофт. Также один из руководителей – Даррел, которому приходилось работать в Rockstar, Sony, Activision и THQ. Вторая студия – Undead Labs. Студия известна по играм State of Decay 2 и State of Decay 1. Playground Games, которая занимается Форзой. Ninja Theory, студия, которая сделала Hellblade и переоздание Devil May Cry. Compulsion Games, которая делала Be Happy Few. Блять, убейте за мой английский, серьезно? XL Entertainment, которая сделала эти игры. И Obsidian Entertainment, которая делала Fallout New Vegas, Южный парк, Палка Судьбы. Если вы успели заметить, то некоторые студии уже делали эксклюзивные игры для Microsoft. Если к Playground Games претензий вообще никаких, ибо Форзе всегда на высшем уровне, то насчет других студий я бы посомневался. Возьмите ту же студию Undead Labs. Разве у вас есть к ней доверие? Особенно после выпуска State of Decay 2? Вы считаете, что она выпустила реально годную и качественную игру, и можно радоваться, что теперь она в числе студий, работающих только на Microsoft? Я так не думаю. После State of Decay 2 я вообще не имел бы с ними дела. Да, я понимаю, что многим студиям не хватало денег, сроков и так далее, но это не означает, что под крылом Microsoft все будет хорошо. Вспомните ту же Rare, которую подарила нам Sea of Seas. Эта студия уже давно вошла под крылом Microsoft, но с игрой, а особенно при разработке и даты выпуска, у них возникли реальные проблемы. Многие разработчики не знали, что делать, а на релизе игра ничем не отличалась от беты, которая, между прочим, шла на протяжении, по-моему, около года. Да, сейчас игра постепенно наполняется контентом и становится интереснее, но так или иначе, под крылом великой Microsoft можно было куда больше постараться, добавив часть контента на релиз. Возьмем студию The Intentive. Это вообще новая студия, которой нихрена неизвестно, кроме ее руководителей. Чему радоваться вообще? Да, один из руководителей работал над серией Ларри Крофт. И что, разве кто-то сказал, что у этой студии будет игра на уровне? Нет, еще раз нет. Единственные студии, на которых я возлагаю хоть какие-то надежды, так это Ninja Theory, которая сделала Hellblade, и Obsidian Entertainment, которая сделала Fallout. О их проектах известны и известно, что они довольно хороши. Все остальные студии – это полный рандом, и какие у них будут проекты, мы можем только лишь гадать. А как же Playground Games? А как же она? А что радоваться? Она, как и делала, так и будет делать эксклюзивно для Microsoft. По сути-то, от покупки мало что изменится. Если вы не поняли смысл моих слов, сказанных ранее, объясняю всю суть видео. Я хочу вас подвести к тому, чтобы вы не радовались раньше времени и не возлагали большие надежды на нереально крутые проекты в будущем. Покупка какой-либо студии – это не означает, что Xbox One обзаведется нереально крутыми и качественными проектами. Да, такая вероятность есть, ее нужно держать в мысли, но это еще не факт. Пока нам не сделают какой-либо анонс игр этих студий, радоваться абсолютно нечему. Ибо никто не знает, какими франшизами они будут заниматься, какие игры будут делать, какая обстановка будет твориться внутри студии, и какие задачи им вообще поставят, и хватит ли им денег на полную реализацию идей. Если бы нам заранее объявили, что будет конкурента Чартуду или своя игра про какого-то супергероя, то да, повод радоваться действительно есть. Но покупка новых студий – это, на мой взгляд, лишь возможное обещание на светлое будущее игровой студии от компании Microsoft. Ну а пока, на данный момент, мы можем только лишь надеяться, что новые студии сделают что-то годное. Вот такое мнение, друзья. Не бегите раньше паровоза. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе следующих видео, а также не забывай писать свое мнение по поводу этой ситуации. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!